Добро пожаловать в роблокс! То есть получается 300 яиц, ребята! 300 яиц за серию! Я не знаю, что мне попадется. Кстати, мне уже попадалось в прошлой серии, в позапрошлой серии, вот таких 3 скелетончика. Ну, мне попадался один, так как у меня геймпасс, их попадается сразу 3. Ребята, 700 тысяч на 700 тысяч, но это в шапке. Обычный он 500 тысяч на 500 тысяч. Если он попадется мне радужный, он будет 2,5 миллиона на 2,5 миллиона. И, кстати, на стриме мы с вами выбили еще одного. Итого у меня 6 питомцев по 500 тысяч и 2 питомца по 250. В общем, ребята, мы прямо сейчас начинаем. А вы сейчас ставите лайкусик. Я знаю, что мы сможем набрать как минимум 3 тысячи лайков. Вы это сможете, потому что я старался. Я фармил 90 тысяч коинов. Это очень много времени. Вы сами попытайтесь пофармить, и вы поймете, что это такое, ребята. Погнали! Начинаем открывать. Яйца сразу самые дорогие. Итак, первое, что у нас выпадает, это у нас будет сразу самый обычный питомец, ребята. В общем, мы откроем сегодня 300 штук. Вернее, 100, но умножим на 3. В общем, 300 штук. И посмотрим, каково мое везение будет сегодня. Потому что на стриме мне очень сильно везло. Мне выпадали кучу разных питомцев. Но пока что не выпало ни одного радужного. Эти питомцы самые обычные, ребята. Если вы нафармили вот эти коины, и у вас попадаются вот эти питомцы, мне, конечно, вас жаль. Потому что они совсем-совсем плохие. Конечно, если вам попадется какой-то из таких питомцев, как я до этого убивал. То есть у меня есть питомец вот такой, например. У меня есть питомец вот такой вот. 100 тысяч на 100 тысяч. Есть питомец золотой. Висп. Это вот такой вот золотой. Он раньше был 50 на 50. Стал 150 на 150. Очень крутые питомцы. Если вам такой попался, прям вы счастливец. Потому что они попадаются не так уж и часто. Так, продолжаем. Пока что у меня обычные питомцы. И мы начали тратить деньги, которые я фармил просто огромную тучу времени, ребята. Я обещал, что я нафармлю. Но я сказал, что нафармлю 100 тысяч. Но 100 тысяч это реально перебор. Хотя у меня до 100 тысяч не хватало всего лишь 10. Это не так уж и много. Зато это будет 100 открытий. 100 открытий, 300 яиц. Я думаю, что это будет достаточно. Итак, мы открываем дальше. Что у нас пока что все. Пока что все у нас, скажем так, стандартно. Везение 0. Везение уровень Робзи. Итак. Виллоу Висп. Отлично. Я всегда проверяю. Так, это у нас обычный, самый обычный. Ну, самый обычный из крутых питомцев, которые попадаются в этой яйце. Статы 50 тысяч на 50 тысяч. Он, кстати, делается золотым. По идее, у него должно быть 10 штук. Да, ребята. Увы, пока что у меня не выпал ни один радужный из нового набора. Даже самый плохой питомец у меня не попался радужный. Что очень странно. Я все жду, что попадется радужный. Но, возможно, сегодня мне подфартит. И какого-то радужного я все-таки поймаю. Конечно, я бы хотел поймать радужного максимального. На 2,5 миллиона. Это была просто эпичная ситуация. Но я думаю, что этого не случится. Хотя, знаете, везение такая штука, что может все произойти, ребята. Пока что, вот это самый частый питомец в этом яйце. И он самый бесполезный. Кстати, единственное, что хорошо, что можно его делать золотым. То есть, как бы их группировать в 10 штучек, а потом удалять. Потому что даже золотой он 1600 на 1900. Ребята, это очень слабо. Это очень-очень слабо, ребята. Так. Опять такой же. Боже мой, зачем мне вот эти вот тыковки розовенькие? Так, погнали дальше. 76 тысяч коинов, но в запасе. Так, но мы не будем ориентироваться на коины. Мы будем ориентироваться на питомца, который у меня в инвентаре. У меня, получается, было как раз-таки 280 штук. То есть, когда мы забьем инвентарь, это будет как раз-таки 300 штук. Когда будет 580. Вот так вот будет. Потому что я не хочу тратить лишний раз коины. Потому что я буду еще фармить. Кстати, если вы знаете какую-то информацию. Будут ли удаляться питомцы, либо не будут удаляться. Пишите в комментариях. Прямо сейчас пишите в комментариях. Дружище. Будут ли удаляться? То, что удалятся яйца вот эти, это 100%. То, что удалятся вот эти коины, это 100%. Но вот будут ли удаляться эти питомцы, которые я наоткрывал, по 500 тысяч сил. И, понимаете, мне будет жалко, если они удалятся. Я не хочу их терять. А тем более, если попадется радужный. Итак, мы с вами пока что открыли не так уж и много. В общем, питомцев 50 из тех, что я собирался 300 открыть. Но я продолжаю. Я не расстраиваюсь. Потому что, в принципе, я уже максимально, что мог с этого яйца, я поймал. Ну, кроме радужного. То есть у меня 6 штук. Я бы хотел поймать еще парочку. Хотя бы не радужных. Чтобы у меня был полный набор, ребята. 8 питомцев по 500 тысяч. Понимаете? Это нереальное количество силы и ловкости. Ну, силы, я имею в виду денег. Мы тогда бы их с вами протестировали. В следующей серии собрали бы полный боевой набор мегапетов. Потому что у нас есть, если не считать хэллоуински, у нас есть один питомец. Называется Кибергдоминус, ребята. Опача. Зелененький. Зелененький. Это 100 тысяч на 100 тысяч, если я это понимаю. Радужный. Радужный. Но это обычный госдари. Понимаете? Нам выпал только что зелененький. Вот такой 100 тысяч на 100 тысяч. И может быть он радужный к нам пришел? Нет. Радужного, увы, ребята, нет. Но есть радужный госдари. Что очень прикольно. Давайте я даже его проверю. Наверное, сейчас мы уберем Рейнбоу Шок. Вот так вот. И вызовем вот этого. Посмотрим, как он выглядит радужный. И вот, конечно, все будет видно. Я его вызвал. Или, походу, нет. Я его не вызвал. Так, давайте еще раз проверим. Я его вызываю. Все, теперь я его вызвал. Где он? Ну, прикольно. Смотрите, у него... Ааа, вот чем прикол. Смотрите, у него улыба переливается. То есть он сам не меняет цвет, а мордашка меняет. Вот это красиво. Вот это, я понимаю, сделали радужного питомца. Так сделали. Итак, мы продолжаем. У нас дальше открытие. У нас, в общем, будет серия опенкейсинга. И на заставке вряд ли вы найдете, что именно я получил. Так, вилл о висп. Это 50 тысяч на 50 тысяч. И он не радужный. Если бы хотя бы он был радужный, у него была бы сила 250 на 250 у радужного. Но нет. Радужных я никаких больше не вижу. Поэтому продолжаем. Как только выпадают вот такие всякие вилл о висп. Или вилл о висп грин. Или я уже не говорю за то, что если выпадет вот этот вот призрак зеленый, конечно. Мы их будем проверять, естественно. Потому что, мало ли что. Мало ли выпал радужный. Это будет просто эпическая какая-то штукенция. Так, опять вилл о висп. Синенький. Мы его проверим. Радужного нет, ребята. Радужного нет. Открываем дальше. Хотя нет. Давайте мы не будем проверять вилл о висп. Мы просто будем открывать. Потому что мы слишком много времени с вами потратим. Давайте мы просто будем открывать. А в конце уже. Ну или под конец хотя бы. Мы посмотрим с вами, что мы с вами наблюбивали за то время. Так. Зелененький. У него статы по 100 тысяч. Продолжаем. Интересно, что будет дальше. Кстати, если хотя бы вот этот зелененький. Вилл о висп грин. Выпадет радужный. То у него статы тоже будут. 500 тысяч на 500 тысяч. Что довольно-таки очень круто. И, кстати, не говорил, что до того, как вышел ивент хэллоуинский. Вот эти яйца. Это у нас был самый крутой питомец. Это Киберк Доминус. Если не ошибаюсь. Так. Да. Киберк Доминус радужный. Статы у него обычного 100 на 100 тысяч. А у Радужного. Это обычного 100 на 100. А у Радужного у него 500 на 500. И он был как бы считался самым крутым. То есть если у меня выбивается вот этот обычный зелененький. Это призрак. Да. У нас зелененький. Да. Призрак, ребята. Зелененький выбивается. Он уже такой же, как Радужный Киберк Доминус. То есть я поймал, грубо говоря, самого крутого питомца до обновления. Так. А после обновления 2,5 миллиона. Их, мне кажется, просто нереально поймать. Там, понимаете, шанс на зеленого призрака 0.305. То есть это капец как. Это 5 десятитысячных получается, если не ошибаюсь. Да. 5 десятитысячных. И я два раза поймал этот шанс. Ну, у меня он увеличен в 60 раз. Потому что у меня на него куплено все геймпассы. Почти все геймпассы. На шансы так точно. Так, у нас с вами еще 53 тысячи коинов. Боже мой. Как долго все это делать? Мы, кстати, 40 тысяч почти потратили. Почти с ракеткой мы спустили. То есть мы половину. Пол пути пройдено. Я сейчас не останавливаюсь. Просто открываю. Вот постоянно сразу клацаю буквочку Е. И давай, давай, давай. Быстренько открываем дальше. 850. 850. Кстати, я хотел сказать еще один синенький. Хорошо, продолжаем. Не открываем. Не смотрим. И сказать, что в начале, как только вышло обновление, вот это яйцо стоило не 850 токенов. Ой, не, монеточек вот этих хэллоуинских. А 1100, ребят. Если вы открывали в первые там 2-3 часа, до того, как они переобновили игру, да, у разработчика бывают такие косяки, то вы покупали по 1100. Хотя нет, в первые часы все равно вы не нафармили такое количество. Потому что это долго фармиться. Это часами, это по 5, по 6, по 7 часов фарма. Нужно, чтобы фармить вот такие количества, как я фармлю. Причем фармить жестко. С там мышкой кликером. Либо с чем-то еще, чтобы это все происходило. Моментально эти монетки собирать. В общем, это долго. И, как я уже в прошлом видео говорил, вам совет. Не фармите в последних зонах. То есть, неважно, фармите вы сундук за 50 миллионов хп, либо вы фармите монетку на 100 хп, выпадает из них одинаковое количество хэллоуинских токенов. Даже если пойдете вы в последнюю зону, зафармите сундук за 46 миллионов, вам выпадет от 0 до 5 хэллоуинских коинов. Если вы зафармите вот здесь, в первой зоне, самую первую монетку, которая там 10 жизней, с нее выпадет также от 0 до 5 хэллоуинских коинов. Поэтому нет смысла ходить туда, фармите его в самой начальной зоне. И, конечно, если у вас есть вип-сервер, вам выгоднее фармить. Вот я фармлю на вип-сервере, потому что мне никто не мешает, мои монетки никто не забирает. Я фармлю без лагов, без ничего. Так, мы открываем дальше. Пока что у нас попадаются опять и госдери. У нас 444 питомца. Мы полы на пути пройдены у нас. Так, опять скелетон. Вот это самый плохой. То есть, не госдери. Гостдери у него там еще, ладно, статы по 500 или по сколько. У этого это капец. О, соров выпал. Красивый питомец, но бесполезный. У него там статы 9 тысяч на тысячу, короче. Он очень красивый. Но, опять же, он... Непрактичный, ребята, непрактичный. Продолжаем. Продолжаем. У нас 456 питомцев в инвентаре. Нам нужно забить хотя бы 580, чтобы было как раз-таки 300 открытий, грубо говоря. Ну, вернее, 100 открытий, 300 питомцев. Так, еще один синенький. Надеюсь, я в конце, что хотя бы один из них будет радужный. Это будет, конечно, обидно, если не будет. Итак, Гостдери. И вот этих зелененьких, видите, сколько я уже открыл. То есть, какой шанс? У меня максимальный геймпасик. И чтобы поймать вот такого питомца зеленого, как у меня, какой нужен, чтобы был шанс? Кстати, на стриме многие удивлялись, когда мы открывали, что мне выпадало. Сказали, что мне подкрутили шанс. Нет, ребята, мне шанс не подкручивали. Это просто зависит... Вот тупо отвезение. Просто отвезение. Повезло, не повезло. Вот сейчас, видите, вот я делаю открытие. Это просто капец. Мне самому сердце кровью обливается, ребята. Потому что я фармил этих денег огромное количество времени. А сейчас они просто уходят, ну, в никуда, как говорится. Но все равно. Все ради, как говорится, все ради науки. Все ради вас, друзья. Я знаю, что вы уже поставили лайки. И, кстати, у меня огромная просьба, друзья. Кто подписан на меня, ребята, проверяйте подписку. Потому что иногда, бывали такие случаи, мои ребята заходили в Дискор и говорят, Я на тебя подписан был. Я не отписывался. Захожу в Дискордик. Вернее, на канал. А у меня отписано от канала. Я был, говорит, в шоке. Кстати, мне не один так писал. Поэтому обязательно проверьте подписочку. Подпишитесь прямо сейчас на канал. Потому что у меня выходит куча-куча крутого контента. Я думаю, что кто подписан, тот не жалеет, что подписался на меня. И обязательно поставь лайк. А мы продолжаем пока что открывать. 489 питомцев в инвентаре. Мне как минимум нужно открыть еще где-то 35 раз. Так. Опять Госдерри. Все одно и то же. 27 тысяч коинов уже осталось у меня. Изначально, я напоминаю, было 90 тысяч. Так. Давайте так. Получается, мы сейчас с вами уже потратили 63 тысячи, ребята. 63 тысячи. Уже почти 64. Да. Каждое открытие почти 1000 коинов. А точнее 850. Ну-ка. Что сейчас выпадает? И давайте. Я уже хочу реально зеленого. Я хочу зеленого выбить вот этого призрака. Я очень его хочу выбить. Я не знаю почему. Ну, хотя бы не радужного. Хотя бы обычного на 500 тысяч. Я, конечно, знаю, что я офигел. Вы скажете, Робзи, ты обалденный. Но, ребят, я фармил очень много. Я заслужил на такой питомца. Просто я хочу собрать набор из 8 штук. Почему бы и нет? 8 питомцев по 500 тысяч. Мне кажется, хорошая, хорошая армия, ребят. Это, получается, капец как много. Это, получается, было бы 4 миллиона у них общей сложности. Это без шапок, да, там всяких. Видите, мне еще не повезло, что когда было обновление шапок, я не успел, скажем так, на высокий шанс открытия одну только шапку хапнул на 200 тысяч, 200 тысяч. Кто-то там вообще эти шапки сотнями греб. Но я не успел, ребята. Я пытался записать ролик и долго не записывал. А потом, когда начал записывать, вышло обновление прямо в момент ролика. И я успел только одну шапку поймать. Так. Которая робокс на 200 тысяч сил и 200 тысяч скорости. Так, давайте открываем. У нас 525 питомцев в дентаре. В принципе, еще 75 мест есть. Но мы забьем где-то 60 еще мест. Да, ребята, чтобы было 580, чтобы все по-честному. Так, госдерри. Так, ребята, я обещаю, что будет 100 открытий. То есть 300 яиц. Будет ровно 100 открытий, 300 яиц. Скелетон. На самом деле, у меня уже все надежды поймать вот этого зеленого. Еще одного зеленого, вернее. Уже все потеряны. Я на самом деле боюсь, что я его не поймаю. Это капец. Ну, это будет реально самое большое открытие. То есть тут я не совру. Самое большое открытие вот этих хэллоунских яиц. Я не знаю, будут ли еще какие-то хэллоунские яицы. Я думаю, что нет. Это у нас максимальные. Ага, еще один зелененький. Хорошо, ребята. Мы открываем дальше. У нас еще с вами в запасе несколько тысяч коинов есть. И местный интерьер тоже, в принципе, пока что есть. Давайте мы сделаем еще пару открытий. И тогда проверим. Может быть, мы все-таки радужного выбили. Может, мы все-таки зелененького до вот такого, как я только что выбил, радужного выбили. Это было бы круто. Так, 549 мест. Рубры 550. Так, открываем инвентарь. И тестируем. Или нет, смотрим, что мы тут наоткрывали. И так. Радужный скелентон. Понятно. Бесполезный. Радужный госдерри мы смотрели с вами. И все. Ну ладно. Ну ладно. То есть, ничего интересного. Я думал, радужный какой-то вот такой выпадет. Нет. Не выпало. Скелетончик самый обычный радужный. И радужный госдерри. Ну, хоть такие. А то я на стриме спрашивал, ребята, кому-то выпадали вообще радужные питомцы из нового яйца. Все сказали, что нет, не выпадало. Ну вот, не выпала парочка, конечно. Но самых, конечно, нехороших, мягко говоря. Но выпало. Хотя бы соро-бражный. Ну, хотя нет. Он тоже бесполезный. Радужный будет. Ну, будет у него там, не знаю, там 40 тысяч мощности. Ну, нет. Нет, нет, нет. Слабенько, слабенько. Вот это вот самый плохой питомец. 561 место, ребята. Сделаем 580. И закончим на этом наше мега-мега крупное открытие. Ну, давайте. Прямо напоследок. Я знаю, что вы можете. Я знаю, что вы можете питомцы. Дайте мне что-то вкусненькое. Кстати, я уже делал ролик по поводу разбора разработчика игры. Что он из себя представляет и почему я его недолюбливаю. Но игра хорошая. Вот за игру лайк. А вот за отношения, вот, нехороший человек. Не нравится мне. Если вам интересно, можете посмотреть этот ролик. Кто еще не видел. Я делал разбор полный моих претензий к нему. Почему, что и как происходит. Кстати, после этого до сих пор не вышли удаления шапок массовые. То есть я опять должен до сих пор клацать шапки. Чтобы поймать сейчас нормальные шапки. Мне нужно удалять по одной шапочке. Итак, ребята, кстати, мы уже открыли с вами 100 яиц. Давайте даже чуть-чуть больше. Чуть-чуть больше. Вот у меня 582 места. Занято. 582. В принципе, мы сейчас давайте забьем уже полностью. Все 600. Так, надеюсь, мне хватит? Нет, не хватит. Так, опять скелетон. Хватит. Давайте. Вот еще как раз таки 5 открытий. 15 мест, ребята. Давайте до конца забьем. Все 600 мест. Я потом, естественно, их объединю и почищу. Почищу. Вот этих вот скелетончиков буду удалять направо и налево. Все. Я не смогу больше открыть, ребята. Я потратил 90 тысяч коинов, ребята. Все. Все, что я открыл, вы можете видеть на своих вот экранах. Так. Зелененькие никакие. Вот гостдери. Радужный скелетончик. Радужный гостдери. И все, ребята. Сделали мы 90 тысяч коинов. Открыли все, что могли. Ну, не попалось мне ничего интересного. Но все равно это было самое же открытие. Вы можете видеть шансы, которые вам может попасться. Стоит ли вам фармить такое количество монет. Либо не стоит. На самом деле, я думаю, что... Честно, не стоит, друзья. Ну, пофармите 2, 3, 4, 5 открытий и хватит. Потому что это нереально, ребят. На этом я заканчиваю эту серию. Если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Обратите на колокольчик. А с вами был, как всегда, Робзи. Хорошее настроение. Спасибо за просмотр. И всем пока-давай. Субтитры сделал DimaTorzok